здравствуйте мои подписчики и гости канала в этом видео представляю отзыв и обзор книги Виталия Трофимова Трофимова заклинатель машин как навести порядок в цифровую эпоху цифровая эпоха или электронная эпоха отличается от механической в механической эпохе требовалось время для доставки сообщения то есть вы писали письмо на бумаге или на пергаменте после чего вы отправляли его например с помощью голубиной почты или с помощью курьера или наземной почты это письмо шло долго потом человек получатель письма его читал и писал ответ на написание ответа тоже уходило достаточно большое количество времени и после этого человек также запечатал вот и письмо в конверт и отправлял его обратно вам сейчас сообщения доставляются мгновенно и то что было новостью становится старостью и вот эта мгновенная доставка сообщений она изменяет современный мир автор берет на себя смелость предложить методики о том как жить строить отношения зарабатывать учиться в современном мире он говорит что современные институты образования такие как школы вузы уже не выполняют свою роль какую они выполняли еще хотя бы даже полвека назад они не могут дать того образования которое помогло бы человеку хорошо устроиться в жизни скорее наоборот оно мешает это образование мешает строится в современные процессы и если во времена наших дедов дедов я имею ввиду те которые родились в первой половине 50-х годов достаточно было закончить технику чтобы успешно работать и справляться с рабочими обязанностями на любом из заводов страны для наших отцов это те кто родился в конце 50-х 60-х годов уже достаточно было высшего образования полученного в качественном вузе то для современных людей вполне возможно что получение высшего образования либо будет совсем недостаточно либо она совсем будет лишнее то есть она будет искажать картину мира это первый момент второй момент о котором говорит автор это об эмплозии и эксплозии это о том что мир раньше когда человек раньше что-то создавал и выкладывал это в всеобщий доступ или продавал это картины или какие-то изделия искусства или даже допустим булочки то все что он производил все уходило потребителю то сейчас каждый может создавать свой товар и в какой-то момент он приводит такой пример что допустим представьте что в вашем доме есть труба труба в которую вы что-то сделали и вывод поместили эта труба забрала и отправила какому-то потребителю этот потребитель этот товар забрал себе то теперь в какой-то момент вы отправляете этот товар он возвращается обратно но при этом еще из трубы вываливается куча других вещей и современную цифровую эпоху необходимо ограничивать вот это приход этих вещей приход информации приход мыслей в наши дома головы и так далее то есть ставить какой-то ограничитель далее далее автор автор рассматривает тему денег и заработка то есть если раньше можно было зарабатывать в технологических цепочках то есть на конвейере например то есть нужные деньги пошел устроился на завод заработал то сейчас в электрическую эпоху это не работает потому что каждый может создавать свое и здесь в дело вступает другой механизм как то что мы создали а потом предложить людям как то что мы создали сделать важным для других людей а если создают все то у нас получается 7 миллиардов создателей на земле тогда кто будет потребителями автор задается вам вопросами и приводит какие-то методики для того чтобы их решить эта книга являет не является всеобъемлющим методическим указанием для и руководством действию в цифровую эпоху она является скорее той книгой которая вскрывает то что цифровая эпоха есть эта цифровая эпоха уже пришла и что нужно каким-то образом приспособиться к этой цифровой эпохи и в книге рассказывается о том что в цифровую эпоху уже не работает и даются какие-то рекомендации о том что можно изменить ссылку на канал автора книги я оставлю в описании потому что он ведет канал по установлению отцовства это канал по созданию фамилии пока канал по созданию династии и там он раскрывает свои мысли более подробно спасибо за внимание это был книжный отзыв и обзор желаю вам всяческих успехов и до новых встреч